Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Outlast. В последней серии мы выбрались наконец из этой безумной психушки на улицу и в результате, я так понял, лучше бы нафиг вообще не убирались, потому что здесь в этой темноте что-то рыщет, что-то хочет нас. Кстати говоря, мой голос может звучать немножко по-другому, потому что это первая серия, вообще, самая первая серия, которую я записываю на новой квартире. Вот. Так, хорошо, и нам нужно маленько осмотреться, я смотрю. Это у нас хозблок, насколько я помню. А в хозблоке мы что делаем? Я, честно говоря, помню с трудом. Надо найти отца Мартина, но это очень такая расплывчатая цель. Блин, на улице так грохочет, что ну его нафиг. Чё, 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 чё? Твою мать, это что? Какого хрена? Чё это? Чё это такое? Мне почему-то показалось, что я на свету от него спрячусь. Охереть просто. Там реально что-то есть? Вроде как нет. Чё это было? Блин, на кой хрен я закрываю дверь? Сверху что-то пришло, и всё. Ага. Да какого же хрена? Это примерно такой момент, когда понимаешь, что, казалось бы, куда уже хреновее, но тут внезапно происходит что-то, и нечто во тьме. Спаси меня, господи, кажется, я видел валеридера. Так, блин, надо батарейки экономить, это же совершенно... Тихо. Тихо, твою мать, как же это... Как же это понимать-то вообще? Что я тут делаю? Нахрена я сюда-то вот эту? Зачем? Там что-то было? Да. Может, хоть с этим монитором я буду видеть что-то получше? Ой, как страшно. Давай-давай-давай-давай-давай. Тихо, не надо этого. Я не совсем понимаю, зачем я это делаю. Твою мать. Давай. Аккуратно. Хорошо. И что мне это дает? Сюда, что ли? Давай. Давай, твою мать. Я вообще не понимаю, куда я иду, но таким макаром я сейчас, походу, продвинусь куда-то, где мне и стоит быть. Блин, ну, ты сейчас упадешь на колючую проволоку, это будет полный пипец вообще. Хотя... Куда уж хуже, да? Так, и что? Что это? Кто это? Почему же так нахрена не видно? Что-то по звукам, знаете, ощущение, что что-то тут есть. Я пока не буду батарейку тратить, потому что если я увижу что-то впереди, то это будет слишком. Так, ладно, братюня. Я знаю, мы сможем это сделать. Все, пора менять батарейку. Я чувствую, сейчас произойдет что-то очень нехорошее. Вы знаете, я отдохнул от этой игры пару-тройку деньков, но сейчас я понимаю, что может и зря, потому что я уже был привычный к этому дерьму. Уважаемый, хоть ты, хоть ты давай, нет. Я там был на улице снаружи. Какого хрена? Да какого же черта? Все двери закрыты. Почему я так хочу обратно в какое-нибудь помещение? Цепь. Это, по-моему, безобидный парень. У меня сейчас все батарейки идут таким макаром. Ой-ой-ой, как же страшно-то. Пустите меня обратно, уважаемые психи. Да тут кишки кругом. Твою мать. Нет, это явно не та игра, от которой стоит отдыхать. Так, и что это? Куда это меня приведет? Я не хочу сюда. Давайте посмотрим на какой-нибудь... На какой-нибудь вход, возможно. Так, ладно, сейчас главное успокоиться, потому что... Спокойно. Спокойно, мужчина, мне это нужно. Так, ну остается, походу, прыгать. Только прыгать. Других вариантов я не вижу. Вот эта штука у нас явно не откроется. Ах, твою мать. Ой-ой-ой, что это бегает? Там кто-то есть? Я пошел туда. Во! Отличное место. Вот здесь я и буду жить. Как говорится, тут я и буду расти. Да хрен он знает, куда я иду на самом деле. Давай. Ой-ой, что-то рядом со мной. Что-то... Твою мать, твою мать. Давай, давай, беги, беги. Куда-нибудь. Какого хрена, да, Маша? А-а-а-а-а! Твою мать, куда бежать? А-а-а-а-а! Я ничего не вижу. Ничего не вижу. Ничего. А-а-а, он рядом, рядом. А, давай, давай, давай. Ух. С-с, котина. Ха-ха-ха. Ух-ух-ух. Так страшно, по-моему, давно не было. Не знаю, просто дело в том еще, что новым монитором гораздо чернее. Черный, это реально черный. Это как-то тоже на мониторе по-своему. Ох, вот я перестрадал. Где я? Хрен поймешь, где. Что-то бегает опять. Давайте мне с пола, пожалуйста. Беседка какая-то. Бесполезная, похода. Ну, тут откинулся, так и все. Так, воды. Ну, куда-то мы попали, по крайней мере, да? Вот, твою мать. Ну, что, какого хрена? Ну, что ж такое? Иди сюда, говно. Иди. Иди. Он не видит меня? Он что, совсем слепой? Да похер, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим. Ох, твою мать, он ломает. Он ломает, ломает. Давай, 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 открой, пожалуйста. Какой вот человек. Он ушел. Я не стою, мне мозг просто умирает в такие моменты. Вот скотина, это же пипец. Ой, у меня реально трясти что-то началось. Это нехорошо. Да кто там орёт-то вообще? Так, а тут мы не были, да, это всё место похожие, такие места. Так, вот есть куда-то. Мне не нравятся эти звуки. Вода пахнет кровью, я чувствую этот запах, как вкус монетки во рту. В детстве. В шёпоте всё больше смысла, ловлю помехи, это словно чесотка. Это я сказал? Если это я говорю, то у меня серьёзные проблемы. Пипец они, смотри, вообще размотанные просто. Может, чё, найдём. Ну, если чё, у нас есть куда прятаться, да? Батарейка, это чё такое? Чья-то камера? Тут, походу, не яден такой репортер. Твою мать. На кой чёрт я это делаю? Давайте просто уходить отсюда. Я не хочу, у меня охота уже внутрь, в помещение. Там, по крайней мере, всё просто. Либо ты убежишь, либо тебя убьют. А здесь ты ещё при этом ещё ни хрена не видишь. Сильно-сильно легче. Никогда бы не подумал, что буду так рад вернуться в эти места. Хотя... Это что за хрень? Инвалидная коляска? Ладно, допустим. Не поддаётся. И это, я так понимаю, не открывается. Ну да. Вы просто представьте, да, попасть в такую заворуху. Ты не знал, что ты? Ты начинаешь понимать. Но не до сих пор. Даже Абрахам должен бросить его глаза на землю. Но скоро, скоро! В этом направлении. Ревеление в голове! Я не совсем понимаю, зачем я за ним иду, но я иду за ним. Это живой, нет? Бро! Похоже, не совсем. Крыша обвалялась. Окей. Стремненько тут у вас. Надо отметить. Так, нам туда, но я так понимаю, что почему-то мне что-то подсказывает, что я так просто не попаду туда. Мне придётся опять заниматься всякой ерундой. Типа беготни от страшных мужчин. С голыми письками. Так, ладно, туда мы, может, и пойдём, но как-нибудь потом. Вы знаете, это... Я, по-моему, попал в тот самый блок, где я уже был. Помните, когда я включал систему пожаротушения? Только с другой стороны. Ни хрена не видно. Это кто? Вроде обычный... Обычный опасный психопат. Воу-воу-воу! Ни хрена ж не видно. Так, ладно, допустим. Кто-то ещё говорит, что, мол, Артур, во время бега нажимай QA, тогда ты сможешь обернуться. Я знаю, но когда ты бежишь и не знаешь, насколько близко к тебе враг, по-моему, очевидно, страшнее. То есть я делаю вам страшнее и себе. Ну и кроме того, лично я, если бы побежал и начал так оборачиваться, то я бы упал сразу. Я вам гарантирую. Это так. Так, окей. Пока батарейку не меняем, всё, в принципе, и так видно, да? Так, этот парень явно что-то хочет. Это что-то котельная или это прач... Что это за хрень? Звук в сушилке. Звук в сушилке такой же, как у меня в голове, когда появился вальридер. Моргаю. Вижу помехи и что-то ещё. Нечто тёмное и мысленистое спускается по внутренней стороне моих век. Глядит на меня своим... чем? Даже представить себе не могу. Но такой же звук исходится с сушилки. Изнутри стен. И этот звук мне знаком. То есть, не хочу показаться банальным, но... По-моему, всё очень плохо. У нашего героя едет... Банально едет крыша. Тут нигде ничего нет. Мне батарейка ещё одна не помешала. Докрыто. Я всё-таки поражаюсь проработкой этой игры. Вот когда просто банально встаёшь около стены, персонаж как-то ухватывается за неё. Выглядывает вот так. Это очень, по-моему, придает атмосферы. Так, и я считаю, что... Это грузовый лифт. Я считаю, что это не очень хорошо всё. То, что дверь приоткрыта тут. Да твою мать, что ж я хлопаю-то постоянно. Так, хорошо. По крайней мере, вы знаете, это реально отдых после того, что творилось в темноте. Здесь более-менее спокойно. А, вот она. Так, ну и где-то там может быть этот архаровец, поэтому давайте как-нибудь поаккуратнее, ребята. Как-нибудь. Так, раз там светло, значит, нам сюда. Тихо. Мне... Мне что-то резко поплохело, поэтому я посижу чуть-чуть. Не знаю, что там и зачем, но... Я чуть-чуть посижу, ладно? Кто-то пришёл. Твою мать! Твою мать! Надо идти. Там есть кто-нибудь? Простите. Батарейка, не подводи в самый момент. И чё, я попал, что ли? Что с тобой? Зачем ты тут? Ты же меня бить пришёл. Почему ты меня не бьёшь? Мне же и так страшно. Вы знаете, это будет рывок всей моей жизни сейчас. Чё ты хочешь от меня, чучело? А-а-а-а, побежали! Ладно. Ух, это было страшно. Аккуратно, аккуратно! Закрой дверь, нафиг! Я пошёл на свет, я не могу больше... Ой, твою мать! Да япона же, мать! Да какого хрена? Ай! Уйди, уйди от меня, уйди! Ты меня нервируешь! Так, ладно, всё, пойдём уже куда-нибудь. Я не могу так... Просто не могу. Не подходи ко мне, блевота. Он чё, по-прежнему ходит за мной? Две батарейки? Ух ты! Хоть какой-то позитив. Он чё, там нет? Походу, нет. У нашего персонажа неспокойно. Его просто качапыжет. Так. Нет. Не за что? Не за какие коврижки. Возможно, потому что там был пророк. А что же у нас там с той стороны? С той стороны у нас... Скорее всего, знаете, у нас сейчас где-то здесь будет всё закрыто, и нам нужно будет идти в ту сторону. Ааа, я же знаю, что это откровенно хреновая идея. Зачем же я сюда иду? Мужик, стой на месте просто... Ну бери пью. А, документы. Программа опровержения и желательно полного уничтожения компрометирующих свидетельств. Цель программы обезопасить работу в Соединенных Штатах для некоторых выдающихся немецких и австрийских специалистов через отрицание факта их работы на потенциального противника. Как это связано с нашим делом я пока не понимаю, но что я точно понимаю, так это то, что надо валить отсюда. Мы сюда сходили только ради документов. Так, хорошо, допустим. Фух, и знаете что, давайте на этом заканчивать. Продолжим в следующей серии. Мне, как обычно, нужен небольшой передых, потому что, я не знаю, под конец, я чувствую, что конец уже скоро. Под конец игра реально начинает выматывать нервы так, как не выматывало раньше. Несмотря на то, что я сейчас отдохнул, где-то, по-моему, денька 2-3 от записи, наверное, где-то так. Игра все равно, просто, я не знаю, сразу взяла меня за жабры, и все, я уже никакой нужен отдых. Тем не менее, надеюсь, вам понравилось. Извиняюсь за возможное эхо в видео, просто комната пока не обставлена, и голые стены звук, скорее всего, экранирует. Как бы там ни было, спасибо, что смотрите. С вами был Артур, увидимся, всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok